Никаких антибиотиков и гербицидов в сельском хозяйстве, только натурпродукт. Это органическое земледелие. Его планируют развивать в республике и стране при государственной поддержке. Проект закона сегодня одобрили на заседании кабинета министров Чувашии. Выращивать культуры без гербицидов, используя биологические удобрения. В животноводстве полностью отказаться от антибиотиков, неодобренных кормовых добавок. Органическое земледелие в Европе набирает обороты. На здоровую органическую пищу растет спрос. Над развитием этого направления задумались на уровне российского правительства. Федеральный закон направлен на создание законодательной основы и господдержки производителей органической продукции. Соответствующий республиканский законопроект одобрили сегодня на заседании кабинета министров. У нас пока Россия на мировом рынке занимает всего 0,2% органических продуктов. Но федеральное правительство планирует, чтобы в течение ближайших лет мы займем не менее 10% мирового рынка. И в первую очередь ставка делается на необрабатываемые земли сельхозназначения, которые очень долго не были в обороте. Соответственно, там не применялись удобрения химические. Эти земли как раз полностью подходят к введению органического земледелия. Пока правовые основы в Чувашии только создаются. Отдельные сельхозтоваропроизводители частично занимаются биологизацией земель. Перспективы у этого направления весьма обширные, ведь всем хочется употреблять здоровые продукты. Еще один законопроект, который обсудили министры, усовершенствование налоговой системы. В 2019 году для улучшения условий исполнения лицами обязанности по уплате налогов им предоставлено право их уплаты через МФЦ, а также право добровольного перечисления в бюджет единого налогового платежа к счету уплаты транспортного налога, земельного налога и налога на имущество физических лиц. То есть теперь все налоги единой суммой можно будет оплатить в одном месте в многофункциональном центре. Ирина Волкова, Борис Андреев, Республика.